Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами пробуем вино урожая прошлого года. Это вино из столового сорта винограда Антоний Великий. Первое попробуем. На его примере я немножечко расскажу про хранение, про кислоту в вине и про некоторые процессы, которые с вином могут происходить. Итак, у меня бутылка вина из Антония Великого, урожая 2019 года. Я ее, правда, открыла 2 дня назад, чтобы попробовать, но на балконе стояла, ничего с ней как бы не делалось. На что хочу обратить внимание? Первое должно быть видно. Да, видно, 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 полосочка осадка. Бутылка лежала, а розлив был, сейчас вам скажу, розлив был в марте. Абсолютно прозрачное вино, тем не менее, вот за это время на бутылке еще некоторый осадок. Образовался это к чему? К тому, что, может быть, и не спешись развивать. Ну и сейчас посмотрим, что же там. Я, конечно, абсолютно не профессиональный дегустатор и не собираюсь занять эту нишу, но тем не менее, попробуем вообще, что это такое. Ну вот, первый запах мне напоминает чем-то сыр, какой-то вот такой, необычный наш российский, а с подсохшей коркой. Может быть, чуть-чуть тона хлебных, батончик такого хлебной корочки. Ну, буквально капельку-капельку, и может быть, какая-то медовая нотка. Кстати, в процессе созревания этого вина у него было время, когда жареный хлеб, именно, ну, даже не хлеб, да, у нас светлый хлеб, это батон. Вот жареный такой батон, просто, ну, это вот было, основной тон вине, как будто вот греночку такую зарумянинную, такую очень-очень зарумянинную, прям вот туда положили. Вот такой был вкус. Причем, ну, в момент розлива он был поменьше. А потом он еще усилился, где-то в апреле, наверное. Это вообще было просто, ну, настолько выражены вот эти гренки. И потом постепенно этот вкус стал уходить. То есть сейчас вот чуть-чуть в запахе, ну, если очень раскладывать этот аромат, то, в принципе, кто не особо, как бы, понимает в этих тонкостях, то, наверное, может и не почувствовать. Дальше, что интересно, значит, конкретно этот экземпляр, эта бутылка у меня хранилась дома. Как говорят, у каждого свои скелеты в шкафу. У меня такое хранилище под кроватью. Большая ниша, и вот там вот я все это укладываю, значит. То есть хранилась она при температуре, ну, понимаем, 22-24, летом было жарко. И что интересно, ну, во-первых, цвет, да, мы видим, что вино, оно не состарилось, ничего с ним не произошло. Кстати, видно будет, да, видно-видно-видно ножки, смотрите, какие. Ну, а что интересно, значит, вот сейчас я его пробую охлажденным, а два дня назад я его пробовала тепленьким. И вот тепленькое, оно вообще ощущение как будто полусухое. Кислота ушла от слова совсем, вот совсем ушла-ушла. При том, что когда я его пробовала летом, там очень такая кислота была, но она приятная. Понимаете, вот тоже все время вы спрашиваете, кислая, кислая. Кислота не всегда есть зло. Кислота, вину нужна без кислоты. Вино будет не какущее, оно будет плоское, пресное и невкусное. И кислота была именно такая вот хрустящая, звенящая, свежая. То есть вино такое вот, когда жарко, вот такого глотнул, глоточек, прямо вот тебе так посвежело. Вот такое-то было, но когда я попробовала его два дня назад, скажем так, в тепленьком состоянии, то кислоты не было вообще ощущения, было полусухого вина. И что было еще? Тоже уже не видно. Легенькая-легенькая газация. Когда наливаешь в бокал, через некоторое время появляются маленькие-маленькие пузыречки. О чем это говорит? По растворенной углекислоте. И я так подозреваю, что, скорее всего, это завершалось яблочное молочное брожение. Хотя, напомню, я разлила в марте, и вроде что мы условия были хорошие. Я максимально уже ждала, когда все процессы закончатся, и камушки выпадали, и все. Но, тем не менее, видите, мы думаем одно, а процессы, которые там, они ведут себя немножечко по-другому. Ну, теперь приступим ко вкусу. Вот почему я говорю, что дуб, наверное, был лишним. Чуть-чуть нотки дуба, они ощущаются в вине. И именно поэтому я думаю, что, ну, хотя, честно, кто не особо разбирается, не особо поймет, но мне кажется, что можно было бы без дуба обойтись. Вот в теплом состоянии оно было одно, постояв два дня, и сейчас с балкона оно совершенно другое. Вот сейчас, как бы, кажется оно более свежим, чем в теплом состоянии. И вообще для вина, особенно для домашнего вина, очень важна температура подачи. И ее надо пробовать. Понимаете, бывает, что вино охлажденное, оно даже не такое вкусное, ему надо погреться. Неважно, белое, там, розовое или красное. Вот ему надо чуть-чуть добрать температуру. И вы сами просто для себя поэкспериментируйте, насколько вам вот эта температура, то есть в каком варианте вкуснее. Вот сейчас в холодном и то, что было в теплом, это, ну, разные вины, реально разные. Сейчас оно, ну, более такое свежее, более интересное, как мне бы, ну, на мой вкус. Что дальше описать во вкусе? Опять же, повторюсь, я совершенно не профессиональный какой-то дегустатор, который знает кучу вот этих вот прибамбахов. Скажу только, что вкусно, свежо. Как я уже сказала, на пиногриджио реально похоже, по крайней мере, по моим ощущениям, по моему вкусу. И очень долго остается послевкусие такое, ну, где-то, наверное, это дуб немножечко играет свою роль. Или где-то, может быть, вот то, что я говорила, нотка сыра такого вот с подсохшей коркой. Но в итоге получилось очень такое приятное, сбалансированное вино, на самом деле. Несмотря на то, что вообще-то это столовый виноград. Вообще-то это не белая технология была применена, а красная. Тем не менее, результат, честно говоря, превосходит мои ожидания. И мне лично очень-очень нравится, при том, что в этом году Антоний Великий стоит по белому. Еще не до конца осветлился, вот только-только отбродил. Я как-то даже показывала его в видео. Оно тоже очень-очень там вкусно. Я же залезла, попробовала. Посмотрим, как он будет раскрываться, как он будет себя вести. То есть, смотрите, год, оно великолепно сохраняется. Я думаю, что могло бы храниться и больше, но, в общем, это последняя бутылка рожая прошлого года. Больше? Нет. Ну, его было не так много, и ставила я его просто поэкспериментировать. Мне было интересно, что получится. Потому что виноград очень такой сочный, очень интересная гармония сахара и кислоты. Поэтому я решила, а почему бы не попробовать? Ну, вот попробовала. И, в принципе, опровергла все мифы, что там и со столовой ничего толкового не выйдет, и технологии надо строго соблюдать, и не храниться, и все остальное. Ну, на самом деле, храниться будет возможность в этом году оставить бутылку. Подержать подольше, там не год, а два, например. Ну, я думаю, что будем пробовать, будем смотреть, что из этого получится. И напоследок, что хочется сказать. Не бойтесь, экспериментируйте со своими винами. Не бойтесь кислоты, не бойтесь хранения, когда негде хранить. Можете пробовать с сортами, конечно, не с каждым столовым сортом вот такое получится. Если сорт мясистый, ну, я думаю, что с Аркадией ничего толкового не выйдет, хотя я не знаю. Ну, например, у Аркадии очень плотная мякоть, и что-то выжать из нее будет достаточно сложно. Плюс там кислоты там мало, она и рано уходит. И здесь именно гармония сахара и кислоты та, что надо, во всяком случае, ну, вот по тем результатам, которые я получила. Но если вам хочется с чем-то экспериментировать, почему нет, пробуйте. Вы, в конце концов, художники, вы так видите, и делайте все для себя. Ну, я с вами на этом прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и Магонтакты. До новых встреч! До новых встреч!